На мой взгляд, результаты были предсказуемы после того, как были приняты особые усилия по выбиванию из президентской гонки Франсуа Фейона. Единственным французским политиком, который мог перекрыть Макрона во втором туре, был Франсуа Фейон. И сторонники преемственности, а Макрон – это преемственность, сторонники либерального лагеря, естественно, подавляющее большинство средств массовой информации, сделали ставку на Макрона и на нанесение поражения Фейону еще на подступах к первому туру. Как мне представляется, результаты второго тура достаточно предсказуемы, поскольку, во-первых, ни по одному опросу общественного мнения Марин Лепен не одерживает победу во втором туре. Во-вторых, сейчас происходит объединение правых и левых против Марин Лепен. Руководители всех политических партий призывают голосовать за Макрона не потому, что он хорош. Как говорят, мы это делаем с тяжелым сердцем, как сказал Фейон, мы это делаем без энтузиазма, как еще кто-то сказал и так далее. Единственный Миланшон, по-моему, воздерживается от того, чтобы призывать своих сторонников за кого-то не было голосовать. Все остальные фактически призывают свой электорат поддержать Макрона как альтернативу Марин Лепен. То есть во втором туре с высокой степенью вероятности проиграет Марин Лепен, а не победит Макрон. Я бы дал такую формулировку, потому что когда за кандидата голосуют не за его достоинства, а потому что не нравится только лишь потому, что не нравится другой кандидат, на мой взгляд, это не слишком убедительная победа. Макрон – это, безусловно, победы Обамы, Клинтон, Меркель, нынешнего руководства Европейского Союза. Это мы должны, конечно, понимать, что его кандидатуров абсолютно устраивает всех тех политиков, которых я только что назвал. И в этом смысле, на мой взгляд, хотя Макрон обещает порвать с политической системой, которая во Франции существует, обновить страну за целое за один год, я не очень понимаю, как он это будет делать, если он является продолжением и порождением этой политической системы. Непонятно, как он ее будет с ней рвать, реформировать. Непонятно, как он будет обновлять страну, если от него требуется не обновление, а статус-кво. Макрон при всей своей молодости и некоторых таких псевдореволюционных высказываниях, что он все обновит и все переделывает, это кандидат статус-кво. Это человек, который представляет либеральные круги, банковский капитал, крупный французский патронат крупных предпринимателей и те силы, которые сейчас руководят Европейским Союзом. Собственно, никаких сюрпризов от Макрона ожидать не приходится. Внешняя политика Франции, я думаю, будет напоминать, я думаю, даже, что она будет идентичной политике Франции при Оланде. Франция будет находиться в тени Германии. Если даже Оланд находился в тени Меркель, то можете себе представить, в какой тени Меркель будет находиться Макрон. Потому что Оланд, что бы о нем ни говорили, это был человек с большим политическим опытом, он был лидер крупной партии, социалистической партии. Он долго возглавлял партию. И на европейской политической сцене он все-таки относился к категории, если не самых больших тяжеловесов, то, во всяком случае, входил в категорию тяжеловесов. Макрон – это пока вес пера. И станет ли он хотя бы в средневесовой категории – это еще большой вопрос. Естественно, он не сможет иметь самостоятельного лица при наличии таких лидеров, как Жан-Клод Юнкер, как Ангела Меркель. Я думаю, что французская внешняя политика не будет отличаться той степенью самостоятельности, которая для нее была в рамках Западного Альянса, которая для нее была характерна при Шираке, при Жескар-де-Стене, при Миттеране, не говоря уже о Деголе, естественно. То есть те изменения, которые Макрон обещает для Франции, на мой взгляд, не произойдут именно потому, что его избрали те, кто хотят статус-кво, а не изменений.